Мы в гараж, Снежане весело. Мы приехали в гараж. Думали, не проберемся. Снег уже такой рыхлый. Не знаю, конечно, где я буду это все искать. Батут у меня, знаю, что на стеллажах, потому что с веранды мы возились в первую очередь, еще по теплу. Вот все, что остальное, не знаю. Мы уже несколько раз, Саша, ездил в шкал. Ой, какое солнышко. И пока что мы изнаидеть не можем. Так, также мне нужно определиться, с великом. Нужно будет как-то увезти из гаража велик. Заставить, не знаю. Первый этаж у нас весь заставленный. Там тоже так же велики. Не знаю, может, на площадку выше поднимать, но это нужно со старшей по подъезду обсуждать такие вещи. Ладно, буду искать. Ой, девчонки, мальчишки, я это сделала спустя час. Пока я искала, Саша у меня успел пропылесосить весь салон. Нашла вот в тех верхних стеллажах в самом конце. Видимо, когда мы увозили с веранды, я разгребала кухонный гарнитур. Поэтому я так и думала, что все-таки в этих стеллажах... Ну, Саша раз у меня ездил два раза, говорит, я искал, но не мог найти. У меня было подозрение, что вот в какую-то коробку, вот так, я ставила. Думаю, ну в какую, в какую. Когда в первом ящике посмотрела, ничего не нашла. Во втором ящике начала смотреть. Все переискала. В конце, в самом конце, еле как достала, поставила лесенку. Думаю, надо... Саша начал пылесосить в багажнике. Думаю, ну-ка, попробую-ка я достать. Фу, эту коробку. Коробка эта. Испод. Как он у Тёмы-то называется? Ой. Короче. Так, коробка. Испод. 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 Забыла, короче говоря. В голове крутится, не могу вспомнить. Короче, нашла в этой коробке. Вот. В самом-самом, короче, конце. Все, слава богу, все нашла. Все, сейчас поедем домой. Также я наш... Забираю домой пакет обуви летней. Там, в общем, всякие сланцы, шлепки, снежные кроссовки. Она, кстати, их потеряла. Говорит, мам, белые кроссовки, говорю. Я даже не помню, что за кроссовки. Пакет открыла, смотрю, лежат кроссовки. Думаю, ага, вот про какие снежа она говорила. Также домой забираем батут. Я взяла упаковку скотча. Скотч, потому что летит с ужасной скоростью. И нашла я тут в коробке книги. Эти книги, помните, когда был коронавирус? Был дистант. Дети сидели дома. Папа снежания покупал вот эту литературу, которая была задана читать детям. Книги хорошие, тоже авторы. Тоже приберу, потому что все равно гараж есть гараж, сырость. Приберу книги. Может, еще и Артему пригодятся. Все, будем продвигаться домой, ну и будем пообедать. Уже, наверное, по полу, чем скоро за Артемом ехать. В общем, и будем складывать, собирать батут. Потом покажу, что получилось. Так, она называется коробка из-под самоката. Иду и вспоминаю, думаю, ну как же называется эта коробка? Так, все, ну все. музыка играет. Так, все, мы отправляемся домой. Саша сейчас будет выезжать. Мне не выехать. Заехать я, конечно, заехала, но мне не выехать. Почему? Потому что у нас гараж находится в самом конце. И поэтому дорожки тут очень-очень узенькие. Снег немного рыхлый, поэтому не буду рисковать, чтоб нигде пузы не сесть. Сейчас Саша закрывает гараж. Все, и поедем домой. Сейчас буду разбирать пакеты. Вот. И будем батут собирать. Не знаю, батут, наверное, будем собирать уже, когда Артемку привезем из детского сада. Также нам сегодня на занятия к логопеду. Так, к выходным мы поедем в город. надо снижание купить курточку. Также шапку. Не знаю, когда выйдет это видео. Может, конечно, и купим, потому что у меня, помимо вот этого видео, которое я вам сейчас записываю, еще четыре, поэтому публикую через день. Вот. Ну все, мы поедем. Девчонки, мальчишки, у меня пополнение. Вот такую прекрасную аглоониму я сейчас купила. Это уже взрослое растение, требующий, конечно же, пересадки. Кто-то скажет, Юля, ты уже покупала аглоониму. Сейчас вам хочу показать пример. Я купила, но совершенно другую. Так, посмотрите, это тоже аглоонима. Лист совершенно другой и по окрасу, и по рисунку. Сейчас вот так поставлю поближе и вы уже посмотрите. Это то, что мы с вами пересаживали. растюха хорошо прижилась. Я обрезала все ненужные желтые листочки. Так, но эту аглоониму я сейчас заехала, забрала. Видите, нужно пересадить. Места мало. Сейчас нужно будет сходить в магазин купить кашпо. Также у меня пока нету земельки. Поедем в деревню. Я наберу земельки, смешаем 50 на 50 сделаем и будем заниматься пересадкой. Пока трогать не станем. Вот такая красота. Такая зелень меня будет сейчас радовать. сейчас поставим на духовой шкаф и посмотрим как смотрится это все. Это вся красотень со стороны. Сразу же как-то знаете этот уголок оживился, посвежился. конечно сделаем пересадку. Заглубим вот так вот. видите вытянулась. хозяйка цветка сразу же сказала, что нужна пересадка. Так это все смотрится. Девчонки красота неописуема. Сейчас отойдем посмотрим. Да нужна пересадка. Красота. очень я люблю комнатные цветы. Меня спросили буквально вот недавно. Я уже конечно ответила, написала, но повторюсь. Юля, где твои шикарные папоротники? Папоротники я оставила новой хозяйке. Начинаем девочки мальчики жизнь чистого листа. Будем разводить заново растения. так что ничего страшного. березки также я оставила новой хозяйке. Будем разводить растения заново. Так но наша задача запастись землей также дренажом и всем необходимым и будем заниматься пересадкой. Время у нас уже вечер. я съездила забрала Артема из детского сада. Также мы съездили на занятия. Затем я съездила по кое-каким делам. Сейчас я решила сходить в дом строй. Пока есть время нужно мне купить кашпо для оглоунимы. И так может кое-что по мелочам. также у Артема 11 марта день рождения. заказали Артему парковку как парковка, дорога. В общем, там все-все-все-все в ней есть. Также нужно забрать зайти на Валверис. завтра у нас с Артемом УЗИ. УЗИ у нас плановое один раз в год. Я захожу, буду по возможности снимать. так, еще кашпо прилетело. так, в принципе все то же самое, что я вам показывала. Ничего не изменилось. так, сейчас выберу и покажу. обзор уже делать не буду, так как я вам его делала подробно. Сейчас выберу и покажу, что я купила. Так, кашпо я посмотрела все, что мне нравится. Большому сожалению, либо нет расцветки, я бы купила вот такой камушки, но нет белой расцветки. Затем я бы купила вот такого плана. Мне тоже нету в моей белой расцветки. Такой я покупала, но этот слишком большой. Такой у меня есть, но этот слишком маленький. Все, остальное мне ничего не нравится. Полоска мне не нравится, такой мне тоже не нравится. Решила я не прыгать по магазину, просто купить вот такой самый простой. Цена 159 рублей, литраж 5, цена 159. Как раз мне подходит, будем покупать. Я шагаю домой, вышла из магазина, не смогла снимать, почему? Потому что встретила очень хороших знакомых, точнее свою знакомую. мы с ней раньше в свое время вместе работали. Вот, немножко поболтали о том и сём, новостью друг у друга узнали. Так, что я купила? Я купила вермикулит, дальше кашпо, две пачки земли взяла и что-то еще купила. не помню. Сейчас домой приеду, сделаю распаковку. Сейчас зайду на Валберис. Мне также для Артема нужно забрать подарок, который заказали на день рождения. Ну всё, и пойду домой. У нас уже, конечно, стемнело. Вот, вроде бы, видео вам записывала, подходила. Еще было светло. Пока зашла в магазин, пока туда-сюда, пока походила, посмотрела, пока встретила знакомую, зацепились языками. Так, минутку. Так, меня пропускают. Попрохожу, здесь пешеходный переход, но в любом случае не рискуем, лучше буду ждать, жить дороже. Так, сейчас покажу, где у нас Валберис. Вот, Валберис, видите, светится внизу. Это у нас Валберис. Поэтому все под рукой. Тут у нас спортивная школа. Сегодня, видимо, идут соревнования, машины. Я подхожу к Валберис. Я не знаю, рассказывала я вам или нет, от Валберис до моего подъезда ровно минута, так как дом у нас находится там же, где и Валберис. То есть, Валберис находится в нашем доме. Также рядом с нами, прямо рядышком с нами, находится озон. Вот, не знаю, когда выйдет это видео, какого числа дня, потому что я еще то видео не могу опубликовать. Пришла на Валберис. Вот, но в любом случае видео это выйдет. Буду заходить, будем проверять. Девочки, мальчики, я вышла, особо так сильно проверить мне не удалось. Почему? Потому что все тщательно запаковано. Я как бы вскрыла, посмотрела все детали по своим мешочкам. Мешочки тщательно упакованы. Коробочка в целости и сохранности. Будем надеяться, что все пришло в лучшем виде. Ну, потому что не видно, что вскрывалось. Так что, вот, подарок у Артема есть. Также 11 числа с утра надуем шары. Я заказала торт на заказ с прикольной надписью. Также вам все покажу позднее, как позднее 11 числа. Все, я буду заходить. Вот, буквально минута прошло 58 секунд от дома, от Валберис до дома. Все, мои дорогие, сейчас домой приду, сделаю распаковку. Девоньки, распаковка купила я агроперлит 3 литра. У меня все закончилось. Все остатки сделала в прошлый раз, когда я пересаживала. Далее купила кашпо, совсем такое простецкое. Так, дальше вермиакулит. Так, литраж тоже 3. Вот так потом выглядит. И две пачки земли взяла. Земля для комнатных растений. Одну вытащу, одну не буду. Все, больше ничего. Также хочу сказать спасибо одной из подписчиц в прошлый раз. В последнем видео, в последнем прошу прощения, когда я вам показывала видео с кашпо, там где я пересаживала растюхи. Одна из подписчиц, огромное, конечно, ей спасибо, она мне посоветовала. Я вам всем показывала, что на авито я приобрела кашпо буллу. Цена одной штуки 50 рублей. Еще сказала, что это совсем даром. И про коричневое кашпо я сказала, что возможно я буду садить петунью и на летний период буду выносить на балкон. На что мне одна из подписчиц написала дельный совет. Юля, посадите в это кашпо лук на зеленку. Я подумала, действительно, а почему бы и нет. Девочки, действительно, даете порой дельные советы, поэтому завтра мы будем заниматься пересадкой. Пересаживать будем аглоониму. Поэтому сразу же по ходу будем садить в кашпо лук. Лук я сейчас посмотрела, продажи не было. Хотела зайти в светофор. Там глянуть, думаю, в принципе, на зеленку как бы пойдет. Не на хранение, а вот именно на зеленку. завтра я зайду в светофор. Сегодня уж не стала выходить. Почему? Потому что полнющий пакет, считайте. Тут 3 литра, тут 3,6 плюс 2 пачки земли. По сколько? Наверное по 8. Тяжело было, конечно, нести. Поэтому завтра схожу с утра в светофор. Прикуплю лучка. Будем пересаживать с вами аглоониму. Ну и также насадим луку. Все, мои дорогие, на сегодня все. Я вас всех люблю. Всем огромное спасибо, кто пишет, кто меня поддерживает, кто дает дельные советы. Спасибо вам за подписку. Спасибо, что не осуждаете. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. Пока.